МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 75-летней истории Алтайского края было 32 года высокого полета и безграничной любви к небу. 32 года в самом центре Барнаула располагался единственный за Уралом летный вуз Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации Константина Вершинина. Стоит признать, что в те времена действительно мыслили масштабно. От идеи создания центра подготовки высококлассных летчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации до первого набора курсантов, прошло чуть больше года. Немыслимые сроки. Три человека открыли дорогу в небо сотням мальчишек, беззаветно влюбленных в самую романтичную, но в то же время самую сложную профессию летчик. Константин Вершинин, главком ВВС СИБВО Дмитрий Никишин и первый секретарь Алтайского крайкома Александр Георгиев. У него интересная история у этого училища. Делался выбор между Барнаулом и Новосибирском. Но есть такая легенда, что новосибирское руководство было против, потому что в Академгородке было сложное, дорогое, точное оборудование, различные приборы, и они боялись, что когда реактивные самолеты будут над ними летать, то там что-то может выйти из строя. А руководитель Алтайского края, в то время первый секретарь крайкома КПСС Александр Васильевич Георгиев согласился на это предложение. И в 67-м году в Барнауле открыли новый вуз, вот это летное училище. Сказать, что училище появилось на пустом месте, было бы неправильно. В начале 20-го века здесь располагался Барнаульский пехотный полк, а Барнаульскому летному уступила место школа младших авиационных специалистов. После объявления о первом наборе было подано 1700 заявлений на 200 мест. Из поступивших 220, 143 его окончили. Из них 130 стали летчиками, 13 – офицерами штабного профиля. Из первого выпуска вышло три генерала. За свою историю училище выпустило более 3,5 тысяч лейтенантов. Двоим выпускникам летного присвоено звание Героев Советского Союза. Это Александр Рудской, первый и единственный вице-президент России, уроженец Барнаула Константин Павлюков, погибший в Афганистане. Ему звание присвоено посмертно. В 1990 году был открыт бюст Павлюкову на территории военного городка. За годы обучения курсанты осваивали 4 типа самолетов – Л-39, Ил-28, Як-28, МиГ-21. У нас в городе есть замечательный человек. Он писатель, журналист и очень большой любитель военной техники в общем и авиации, военной в частности. Это Сергей Бузиновский. И вот он мне рассказывал про этот самолет. Он мог нести на своем борту атомную бомбу. Буква «Л» в названии этого самолета, Як-28Л, означало то, что на нем была установлена система наведения «Лотос». Эту систему наведения придумали еще немцы во время Второй мировой войны. Наши взяли ее на вооружение. Она была достаточно простая и эффективная. Но натовцы научились выводить эту систему наведения из строя, потому что они те станции наведения, которые находились на земле, забивали просто помехами. И летчики научились следующее. Они на фонарь стеклянный, за которым сидел летчик, наносили риску специальную, метку гудронам. И как-то там, совмещая носок сапога или ботинка летного с этой риской, наводили самолет и сбрасывали бомбу. Ну, естественно, что не атомную бомбу, а какую-то учебную. Но при необходимости могли и атомную сбросить. Вот используя такую нехитрую технологию. Для большинства путь Барнаульского летного – это страницы истории. Хранит музей училища, расположенный на проспекте Ленина-6. Для выпускников и преподавателей училища это больше, чем воспоминания. Это путь к мечте, путь в профессию, ставшую смыслом жизни. Это путь от полетов во сне к полетам на его. Чтобы осуществить свой первый полет и выполнить первое летное задание, курсантам подолгу приходилось за партой изучать массу дисциплин. Но что эти трудности, если есть цель? Мировая авиация знает немало примеров порой отчаянного стремления к осуществлению своей мечты. Самое трудное – это решение действовать. Остальное лишь упорство. Амелия Эрхард. Амелия Эрхард. Американская писательница, пионер авиации. Первая женщина-пилот, перелетевшая в Атлантический океан. Установила несколько мировых рекордов высоты, дальности и продолжительности полетов. От винта! Мечта взмыть в небо, подобно птице, заставляла первых летчиков совершать отчаянные, порой ценную в жизнь поступки. Дальнейшее развитие авиации сделало небо полем битвы, где нашим массам не было равных. Их имена известны всем. А надежная защита воздушных рубежей Родины стала главной задачей для курсантов Барнаульского летного. И с ней они справлялись достойно. У четверо курсников, выпускников училища. В этот день первые самостоятельные полеты. Инструктор теперь останется на земле. Но из земли он будет внимательно следить за действиями курсанта. Впрочем, за такого курсанта, как Сергей Дягилев, можно быть абсолютно спокойным. Коммунист, ленинский стипендиат, кандидат на золотую медаль. Уже не курсанты, уже летчики. Для выполнения даже несложной фигуры высшего пилотажа требуется целый набор действий и предельная концентрация. Небольшой задир, полбочки, уходим вправо, вторая половина петли. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 О том, что здесь было летное училище, сегодня напоминают его символы. Як-28 на проспекте Комсомольском, несколько учебных Л-39 в разных районах города, а 20 октября 2012 года на проспекте Ленина на ограждении городка, который ныне занимает Барнаульский юридический институт, появилась памятная доска. Барнаул не потерял связь с авиацией. Из стен школы-интерната с первоначальной летной подготовкой выходят курсанты, способный продолжить свой путь в небо в летных вузах страны. А выпускников нашего летного часто можно встретить на аэродроме Барнаульского авиаспорт-клуба, коллектив которого, несмотря на трудности, поддерживает жизнеспособность самолетного и парашютного звена. Музей БВВ «Аул» не так давно получил свою новую прописку в музее «Город». Здесь архивные фото, макеты крылатых машин и уникальные экспонаты, переданные теме, для кого история летного – это история жизни. Их кто-то называет экспонатами музея авиации. Боевым учебным самолетом в буквальном смысле подрезали крылья. Они больше не смогут подняться ввысь, но их спасают переплавки. Быть может, по ночам им снится отрыв от земли, крутые виражи и бесконечно глубокое небо. Так же, как оно снится и пилотам. Нет, не бывшим. Бывших не бывает. Самая высокая мечта – высота, высота. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»